Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава БО продолжается. Очень много мы учим из казни. Не просто так. Каждый год умнейшие люди продолжают изучать казнь, казнь. Например, святой Альших говорил о казни саранчой. Обычно, когда саранча садится на траву, то даже будучи очень многочисленной, как ковер плотный, она все равно видит землю перед собой и вот эту зелень она поедает. Но саранча, прилетевшая в Египет, было так много, что хвост одной особи оказывался под головой другой. Им было так тесно, что они сами даже не видели траву внизу. И за ними уже летели следующие, следующие. Каждая видела только других и больше ничего. В Агате говорится, что египтяне были поражены 40 или даже 50 казнями. Это означает нюансы, что над каждой казнью можно думать, размышлять, видеть ее с разных сторон. Согласно комментарию Альшиха, вот именно об этой казни, наше общество построено на принципах соперничества. Все спешат, бежат, кто-то долги там набирают, считают деньги, порываются к следующим целям. Все ждут более дорогую квартиру, более дорогой дом, более машину, компьютер, айфон 14. Никто не спорит с тем, что хорошая квартира и машина это комфорт. Но саранча, она стремилась вот к этой зеленой траве, как человеку хотелось тоже больше зелени, как говорят. Но мы жаждем, написали в душе внутри, ни квартиру, ни машину. Нам досаждают то, что у другого уже есть, а у нас еще нет. Почему сосед купил такую-то вещь? Почему у друга теперь телефон более новой модели? И тогда, как та самая саранча в Египте, никто уже не видит травы. Каждый смотрит только на хвост другого, опередившего его. И вот этот ковер из саранчи, он очень опасный. Это одна из самых главных казней, описанных в Торе. И так с каждой казнью. Вообще, недельная глава БО, мы знаем, повествует об исходе. В определенном смысле, это начало-начало, отправная точка. Потому, если ты ждешь откровения, то ты не можешь быть рабом. Надо не быть рабом. И тогда откровение приходит. И тогда избавление приходит. Можно вывести людей из Египта, как говорили, сложнее вывести Египта с человеком. Мы все в определенной степени рабы. Рабы привычек, рабы моды, рабы сомнения, рабы гордыни. Как от этого освободиться? Как быть? Вот, недельная глава дает рецепт. Быстро двигаться. Не задерживаться в своем болоте. Затянет. Бежать, все время не оглядываясь. Надо все время двигаться. Египет, он очень сладкий. Настолько сладкий, что, как говорит Медраж, только каждый пятый вышел из него. Остальные не смогли, потому что недостаточно хотели. Отказываться от своего болота очень и очень сложно. Но это одно из главных в жизни. Надо только захотеть. В нашей главе рассказывается о выходе. Но не историю мы изучаем. А то, что ожидает нас в будущем. Вот что еще очень важно. Написано, что как в дни твоего выхода из Египта покажет он нам чудеса. Это написано у пророка Михи. Мы увидим еще Египет. Ибо написано, будущее избавления будет подобно египетскому и превзойдет его. Поэтому мы должны это видеть. Робейн Ухида привел слова наших мудрецов, что он сказал, что святой навел тьму на Египет, что за три дня темноты умерли те евреи, которые не хотели избавления. Их хоронили под покровом тьмы, чтобы египтяне не увидели, не посмеялись и так далее. Известно, как объясняют пасук. И пятая часть сыновей Израиля вышла из Египта. Четверо из каждых пяти евреев предпочли жить в рабстве. И знание им понравилось больше, чем свобода. И сказано от имени книги Заар, что так же будет и при будущем избавлении. И написано, что Бог наведет 15 дней тьмы, и в течение которых умрут все злодеи Израиля, которым не хотят избавления. И это, объективно говоря, ужасно. Придет Машех, подрубит большой Шафар, пророк Ильягу пробудет к шуе людей. Но будет огромный круг людей, которые будут опять не хотеть выступать против избавления. И написано, что в те дни будет недостаточно трех дней тьмы. Потребуется полмесяца. Представляете, насколько это, ну, скажем так, неприятное явление. Поэтому и надо сегодня изучать, понимать, что произошло тогда, чтобы не допустить ошибок, которые вот-вот-вот-вот произойдут события ближайшие. Мы ждем Машеха. То, что происходит в мире, показывает, что Машех уже вот рядом. Представляете, мудрецы? Нет человека, которого Всевышний не испытывал бы. Каждый хочет, как бы, все меньше испытаний, больше дохода, меньше напряжения. Но это не так. Нет человека, которого Всевышний не испытывал бы. Одним посылают испытания бедностью, некоторым богатством, некоторым проверяют страданиями. Некоторых испытывают, не восстанут ли они против Бога за сытой и безмятежной жизнью. Каждому посылаются испытания, которые соответствуют именно тому исправлению, в котором эта душа нуждается. Сказано, что сегодня это души тех, кто выходил из Египта, вернулись сюда. И поэтому испытания соответствуют им. Нам надо, ну, как бы, взглянуть на этот мир открытыми глазами, увидеть, что мы не центральные, мы не главные. Что Бог управляет этим миром. И Он все нам показывает. И для того, чтобы мы быстрее в этом разбирались, мы изучаем, кто как выходили наши предки из Египта, чтобы понять, как не надо делать в наше время. Мы не будем делать. Я думаю, что дай Бог все исправится, и мы выйдем все из вот этого Египта. Мы выйдем все и меньше пострадают, потому что уроки это тоже помогают. Я уверен, что каждый человек что-то выносит из уроков. Я уверен, что каждый человек как-то двигается в этом направлении. А значит, мы с вами делаем большую правильную работу. Брахавы, Ацлаха, самого хорошего дня, чтобы у всех сегодня все было хорошо.